Всем привет! В этом видео мы с вами приготовим такое вкусное блюдо, как паста с морепродуктами. У меня в виде морепродуктов это будут такие миди. Они сейчас у меня замороженные, здесь они очищенные. Нам первым делом нужно разморозить их и промыть под тёплой водой. Также нам понадобятся перетёртые томаты. Я взяла такие, но можно использовать обычные спелые томаты. Нужно будет 2-3 штучки перетереть через тёрку к кожурке. Нам не нужны, их можно выбросить. Ну что же, ждём пока мои миди разморозятся и приступим к готовке. Всё, мои миди уже разморозились. Я их промыла и сейчас отправим их тушиться на сковородку. Здесь у меня уже небольшое количество оливкового масла. Ставим на мелкий огонь, закрываем крышкой и тушим где-то 6-7 минут. За это же время я уже поставила воду кипятиться и нам нужно будет отварить макарошки. В общем, пасту можно брать такую из спагетти. Можно взять, знаете, есть такие бантиками, бабочками, кто как их называет. В общем, тут уже на свой вкус ориентируйтесь. Ну что же, ждём пока потушатся наши мидии. Вот, уже прошло 7 минут, наши мидии потушились. Теперь нам сюда нужно добавить перетёртые помидоры. Вот, у меня здесь это будет примерно половина пачки. У вас это 2-3 крупных таких помидорчика. На этом же этапе нам нужно посолить и поперчить. Солим и перчим мы по вкусу. Так, перец у меня будет, да, вот этот, 4 перца. И нам нужно будет отправить снова тушить на 4 минуты, закрыв крышкой. Кстати, вот хотела сказать, когда я только клала мидии на сковороду, у меня всё-таки была достаточно сильно она разогрета. И масло немножечко, ну, шипело, поэтому вот вы будьте поаккуратней и не нагревайте настолько сильно сковороду. Вот, я, слава богу, не обожглась, но мало ли, вдруг у вас там что-то так не получится. Так, время подошло. Наши мидии ещё потушились вместе с томатами перетёртыми. Теперь мы сюда добавляем сливки. Сливки у меня 20-ти процентные. Вот, на это количество у меня здесь вот уходит целая эта вот маленькая такая небольшая пачка. Все пропорции я вам точно напишу, конечно же, в инфобоксе. Также сюда мы сейчас добавляем, здесь у меня два маленьких зубчика чеснока, я их мелко-мелко накрошила, и зелень. Зелень вы можете взять любую, и кинза, и петрушка, укроп, в общем, какая вот вам нравится, базилик, всё, что есть, в общем. Так, всё это перемешиваем. Нужно будет попробовать на вкус, если нужно досолить, ещё нужно будет добавить соли. И отправляем тушиться ещё на 2 минутки. Всё, наши мидии готовы, паста тоже уже отварена, и теперь мы слили воду, и отправляем её к мидии. Ни в коем случае, пожалуйста, не промывайте пасту. Вот это вот барилла и любые другие из твёрдых сортов, их не нужно промывать, они и так достаточно вкусные будут. В общем, не делайте, не портите блюдо. Итак, я здесь, значит, перемешиваю нашу пасту с соусом образовавшимся. Важно сделать это, когда ещё паста горячая, таким образом она впитает в себя весь вот этот соус, аромат. И нам нужно какое-то время, чтобы она немножечко совсем постояла. Подаём к столу в тёплом виде, можно также посыпать тёртым сыром. О, ну аромат уже вообще невероятный, очень-очень вкусно пахнет, это прям супер. Вот, сейчас пусть немножечко настоится, и я покажу вам поближе. Ну что же, я готова показать вам чуть-чуть поближе уже это блюдо. Смотрите, какое оно аппетитное. Во-первых, это невероятно вообще вкусный аромат, мне очень нравится. Но это, конечно, при условии, что вы любите тоже морепродукты. Мидии можно заменить морским любым этим, как же он называется, коктейль, наверное, да, вот, где ассорти разных вот этих морских гадов. Креветки также, кальмары. Ну вот я люблю ещё и мидии. В общем, такое вот блюдо получается, оно очень ароматное. Я уверена, что вам оно тоже понравится и пригодится. Забирайте себе в копилочку. Всем приятного аппетита, спасибо за внимание, готовьте с удовольствием. Пока-пока.